чем живете питер чё у вас одолжила бывшему 50k на ставке вот она легенда вот она моя девочка вот это любовь вот это настоящая женская любовь кто ты где ты срочно микрофон мне 22 года я начинаю встречаться с молодым человеком мы там вместе живем я его содержу а это на не не там он еще один клиент сформировался уже браво опережая вопросы сейчас я не могу себе это позволить у меня ипотека в петербурге ну и ставка не зашла я понимаю это спартак в штангу попали а я клянусь должно было было быть быть больше шести угловых он жил у меня четыре года вот потом мы расстались четыре года содержала типа как ты с ума сошла это чё это какая-то социальная программа или чё типа поддержи стремягу те что-то за это давали ли что ну вот мы расстались он попросил у меня через месяц деньги я думала ну может быть человек как переехал от меня ему нужно деньги на съем квартиры еще что-то оказалось что это ставки а как ты это узнала но потом через его друзей я потом очень много узнала про него когда мы расстались абсолютно с другим человеком жила но ты в целом всегда так делай в любых отношениях не узнавай ничего про парня я сейчас котом живу меня все устраивает ну и он тебя наебывать скорее всего я уверен не он год жил урвать он собака просто мопса такой она приходит домой вот такой мяу блин вообще легендочка правда не там еще пол беды я заплатила за него в кафе а еще знаете он такую игрушку делал в плане того что мы приходили в кафе он клал две карты мою и свою и говорил давай какой официант возьмет карту то и расплатишься я еще раз повторю у меня сейчас нет возможности кого-то задержать на сцену умоляю выйди на сцену аплодисменты посмотрите на эту прекрасную даму вообще как так но сейчас ты с котом живешь да у нас своя квартира с котом нас все устраивает если что кстати нахождение на сцене платно поэтому у меня нет возможности кого-то содержать все я понял ты научилась надо говорить у меня нет возможности код содержать контроле моего кота все спасайся пожалуйста спасибо тебе большое что вышло ну вы конечно хвостопады здесь страшные максимально абсурдная ситуация улица я один иду и напротив меня идет мужик высокий пьяный а это зима в майке алкоголичка как-то берцах и слева он так держит самурайский меч и он идет напротив меня я разговариваю в этот момент по телефону с девушкой и описываю ситуацию в чем он а мне сразу горит и чё обдолбан что несешь игре со мной что случится просто расскажи вот эту историю что я тебе говорю что тебя наруто убил или да я описать мою ситуацию я в пуховике иду домой мне холодно напротив меня почти двухметровый мужик идет с мечом с катаной наперевес я понимаю что никого абсолютно нет он идет на меня и вот мы уже как сказать пересекаемся вот на одной линии и он смотрит на меня и спокойным голосом горит сбежала в париж на концерт битес и меня отчислили из универа горжусь хз а стыдно за это слушай это очень круто кто это кто сбежала в париж это ты да не дотянешься я реально как будто бы вот вот у меня какие-то кавказские ангелы чарли вот они смотрите вынесли магазин с кожей здравствуйте невероятно красивые все трое я что такого сделал что мне судьба послала вас еще и в первый ряд вы не поняли да вы даже не знаете на чей концерт пришли да вообще такие он не макан тут не будет ничего про им 5 8 были спасибо что из моей сцены бар сделали есть какой-то момент а нет но я тебя умоляю ты слишком серьезно относишься к тому что я говорю а верни верни да не парься все нормально все теперь встань и в пол смотреть но в углу в углу в углу вы у нас кто расскажите откуда реально из индии а как тебя зовут а шишу и в питере с таким именем просто ты дома ты дома а вас девушка как зовут курить хорошо залина а вы из осетии да вот у кого красивые детки родятся точно уже есть маленькие осетина индус как круто как у них фамилия ты не в курсе ты реально даже не интересовалась просто к ну он прикольный как в кино pajero pajero а зовут дочку st а сына гуф как россия тебе ашиш я неправильно сказал не как правильно а их вот это типа смешить да ну добро пожаловать в мой мир у меня тоже в москве с именем хе так тяжело было но с другой стороны это не совсем прям так наверное у тебя все-таки ситуация это все что если бы меня звали ираин и чё как тебе в россии россия и индия сильно разные страны а чё чем отличается прям глобально ну да 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 но я видел кстати фотки с вашими поездами вы в курсе что внутри можно ездить кто-то есть еще у меня интернационал какой-то марил так интересно это откуда это республика марил да а ты финно-угор это раз братан это из варкрафта да я знаю но я не был то я знаю но не был был и знаю и был ну прикинь нам надо было в три города съездить чтобы чтобы понять когда вас добраться а у вас кавказцы есть их мало да а чем они там у вас занимаются как вообще куда бы не переехали в любой климат мы такие так ну тут надо продавать то у вас там чё кавказцы продают я видимо также жизнь закончил причем меня вот похоронят просто в овощной пирамиде так 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 а типа думаешь они выдумывают я не знаю просто ни одной причины выдумывать что-то и финно-угор типа если бы они говорили что там и монте-карло я я наследный принц тогда ладно уроки веселой географии как жалко что в школе так нельзя отвечать сумма квадратов катетов равна а вот это чему равно вот так это а то что мы вообще-то с тобой буквально тысячу лет назад два дельфина ты вон до сих пор даже форму головы не поменял мы это вообще забыли или чё я горжусь так уж вышло что я снялся в мстители эра альтрона это чё за дюк до болт в массовке сам того и не знал когда снимался это легенда кто это такой ты да я тебя не узнаю честно говоря здорово привет присаживайся расскажи пожалуйста это чё такое вторая часть снималась великобритании этом учился в тот период по всему городу пустили слух что нужно славянской внешности чуваки 500 какой но славянской внешности нас с китом вас я знаю я не астралпитек спасибо я такой ну скажу там еще типа съемочный день там 300 фунтов а что ты в массовке ты что играл когда бегут по мосту там капитан америка с мечом бежит спасать у него щиты на ты выдумал ты просто в морских дьяволах я клянусь клянусь нас поделили на группы вот в этой глобальной сцене и там снималась я так понял сверху да еще не было этих хеликоптеров летал этот вертолет ну типа и он с камерой английский да я просто не понимаю 8 раз прогоняли с дублером и там наша задача была вот 500 чуваков мы бежим с моста и все а ты себя в кино видел я пытался найти но я вижу . ну вот где-то там я стою а ты до тебя даже не видно да да это все это все дальние кадры и пару кадров там какая-то любовная сцена это все в одной локации там у тебя тоже тоже 500 человек все вместе не 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 кормят ну да пару раз дали мне под ну короче там в то время 30 тысяч нормальные деньги пятигорск привет я впервые буду выступать у вас со своим сольным стендап концертом 15 ноября в 19.00 в дк имени дементьева увидимся на стендапе переходите по ссылке и покупайте билеты здравствуйте мужчины вы со своими малышками да ну тебе да чувак я тебя официально заявляю этот концерт имени тебя кстати вы потрясающе выглядите выйти как немецкая пара инженеров вот такие правда ты работаешь на заводе audi она тебе изменяет соседом вы потрясающая пара кстати сосед здравствуйте а вас как зовут я реально я реально ее трахаю вот здравствуйте у вас какие-то проблемы да чтоб до конца рубашку застегнуть или еще происходит просто сидит вот так вы видите да не видите да смотри смотри аж представила давай я тебя как на рынке палкой поддену покажу тебе вот а или его хочешь я я и гора и гор цепляйся к счастью и вставай снова вот же вот он вот он смотрите смотрите на него хорошо ты с кем пришел на концерт айб а хорошо здравствуйте девушка как вас зовут сколько вам лет девятнадцать лет ну ладно а тебе не надо голос грубее делать как будто мы не знали не заметил вот сюда вы откуда вообще а с татарстана это станешь но ваша визитная карточка вот что валейку мучу мучу мак и так у нас тут сидит стол тоже до джентльменов здравствуйте или салам алейкум как там у нас чего чего у нас не не вы ошибаетесь у меня выступление вам вообще три минералки порыгать планируете или что вы с ума сошли еще заказываете вообще пришли четыре мужика просто змей горыныч а вот за вами еще сидят вот это дюбсики вообще свежие это просто свежий чё горишь три дня знакомый о и как вы знаете три дня ну все тебе брата то есть она даже не скрывает она хотя бы должна делать вид что типа ну пусть добивается меня есть она такая это нормально конечная остановочка мои проблемы его проблемы а ты чё где познакомиться же вообще все все закрыли все удалили а свайпанул ее ты в курсе что он в этот день еще 28 девушек свайпанул а у тебя 50 парней калашников а не большой палец вот с другой стороны она выбрала тебя из 50 значит тебе что то есть что в тебе есть ты моряк вы только что необычно для петербурга что кто-то моряком поаплодируйте кого есть знакомый моряк слушай может покопаешься еще в этой свалке своей в этой сосисочной вечеринке в директе там а вы команда поддержали своего земляка откуда вы вообще ты реально владивосток невероятно у вас красиво ты из-за нее до прилетел сколько раз ты эту фразу за три дня сказал ну блин владивосток шикарно вообще это мне перевернуло головы ну кстати меня так раз знаешь что у вас россия огромная страна и северяне очень по-доброму расисты потому что я прилетаю вот петропавлов камчатский прихожу в отель и на ресепшене девочка которая работает она говорит о вах вах барашка я клянусь я это вот не придумал бы я уже о себе мнение что-то болезняка джордан и москва и просто на меня вернула в мимино на вах вах барашка эй стойте 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 я говорю мысль игру вах вах барашка начали агать вах вах барашка злится вот так она бы сказала ой извини вот на тебя внимание обратил кстати ты вообще очень странный ты пиздец крепкий вот я с тобой не хотел в конфликт вязаться ты реально футболист а ты играл против каких-то больших футболистов известных которые реально и ты с ними играл и как тяжело с ними играть прям реально хорош футболисты ну как-то видимо через телик что ли по-другому еще спортсмены есть зале это спортсмены есть вольник да давай уже с тобой поговорим наверно страху надо в лицо посмотреть уже у меня просто в центре зала сидит вы просто просто главный враг кунг-фу панды я вам клянусь вот просто вот его прям без свитка дракона не победить вот так он выглядит вот просто вот у него куда три лица одно человеческое и два уши их вот такие как тебя зовут цезарь хугаев даже все-таки это сыворотка сработала до боже мой вот же он мой предводитель приехал цезарь хугаев и ты меня здесь нашел как-то судьба ну все я как там правильно поклониться цезарь а реально ты сербии круто ну там я был сербии так плохо себя никогда в жизни чувствовал вот я вам серьезно говорю короче сербы это двухметровые голубоглазые ультра славяне просто такие здоровые сербы ходят я себя просто вот маленький черный мопс бля вот так если я реально я так пугаю я так пугаю вот так себя чувствовал зиму вообще для меня самую наверное удивительный город знаете с точки зрения чего вот сегодня мы пошли с другом типа пойдем там поедим завтрак позавтракаем что пришли в какое-то заведение и нас спрашивает вы хотите внутри сесть или на веранду а я с этим московским да своим каким-то уже мышлением такой но веранда это круто потому что в москве очень популярно сейчас эти заведения знаете которые лопнули и вытекли на асфальт сажусь на веранду идет женщина вот так вот так я клянусь в упор подходит на услуги мне да что я сырники жду где зачем это вообще нужды меня убьешь я клянусь этой программе уж ты меня как убьешь а я вот так сижу и у меня в заказе сырники и вишневый какао я серьезно говорю звони начальнику моему номер номер 8 и ни одной больше цифры стал пошел говорю можно пожалуйста какую-то скорую давайте вызовем как здесь вообще вы с ними обращайтесь или это в целом ну типа нормально то есть это типа есть как с лягушками если они обитают значит чистый пруд я такой ну может если здесь алкаши двигаются может хорошее заведение приезжает скорая в этот же момент просто еще один пьяный такой я больше всех отжимаюсь на я куда попал это лобби игровом это какой-то сервер типа перепись бомжей началась какая-то я еще вахили стал что мне это посоветовали как типа это круто я уже жду кого официантку это вы такой подержи жгут подержи подержи выходит официантка такая изменить пожалуйста произошло вот у нас пожалуйста десерт у нас такое не часто происходит это вам комплименты заведению типа у нас какой не часто происходит я смотрю такой ну мы же оба знаем что часто если у вас уже есть сет специальный для этого на случай если подошел алкаша финта вы пожалуйста вам вот фисташковые десерты разбитой головой бомжиха о это серьезно это баски чизкейк пожалуйста если вас отпальцуют это 10 процентов скидка